добрый вечер дорогие мои малыши добрый вечер слышно видно всем хорошо все отлично сегодня я вам расскажу историю про колодец со сладкой водой колодец со сладкой водой и в этой истории рассказывается про одного человека которого звали авраам рэб авраам его звали ну и как вы догадываетесь рэб авраам он был китаец нет не был китаец он был китаец или кто он был авраам еврей совершенно верно потому что китайцев их зовут венчунь хэнь или кунь вунь сань авраам это еврейское имя и конечно же авраам это был еврей и вы будете смеяться чем он занимался он содержал постоялый двор харчевню почему будете смеяться одну за другой я вам рассказываю истории все время евреи содержат маленькую гостиницу или постоялый двор или харчевню и конечно же это не их собственная харчевня принадлежит она кому кому она принадлежит помещику она принадлежит помещику на самом деле это совсем не смешно а очень грустно дело в том что в российской империи был закон который запрещал евреям заниматься любой работой какой они захотят для евреев были разрешены только такие работы которые все остальные гои которые там жили они или их презирали или их ненавидели например евреям можно было быть сапожниками или портными почему потому что потому что не евреи не хотели такие работы делать тяжелые и презренные в их глазах евреям можно было быть меня лами меня деньги менять рубли на шекели доллары на на иены и так далее почему потому что менял они все все ненавидели специально специально власти российской империи царь и его министры хотели чтобы 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 все остальные народы ненавидели евреев поэтому им специально разрешили заниматься только такими работами которые или вызывают презрение или вызывают ненависть например работа продавцом в в этой самой забегаловки в харчевне где продают водку конечно же таких продавцов обычно обычно их покупатели ненавидели потому что водку то они пить любили оплатить деньги не любили поэтому они очень плохо к ним относились это нарочно нарочно царь его министры так придумали чтобы гои ненавидели евреев потому что они сами были очень очень большие антисемиты так вот и время у них не было другого выхода кроме как заниматься такими работами поэтому очень многие евреи они были содержателями этих постоялых дворов пундак харчевня пивная пиву пивной магазин и тому подобное и конечно же к ним относились очень очень плохо и вот этот авраам он тоже был содержателем такой маленькой маленькой харчевне за 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 который он каждый год должен был платить большую сумму помещику он должен был за год набрать эту сумму и так чтобы у него тоже что-то еще осталось на его жизнь вот он приходит к помещику и он хочет у него попросить отсрочку чтобы помещик немножко подождал он ему принесет деньги но он еще не успел собрать всю эту огромную сумму которую он должен ему заплатить вот он приходит к помещику а помещик злой при злой какой злой говорит что ты опять не принес мне денег мне срочно нужны деньги я тебе даю времени до послезавтра до до послезавтра ты должен собрать мне всю эту сумму если послезавтра ты не принесешь мне все все деньги до последние копеечки я вышвырну тебя и всю твою семью на улицу и ты умрешь от холода и голода ух какой злой этот помещик но 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 господин господин мой сказал авраам я я я еще не успел собрать всю эту сумму я прошу прошу подождать чуть-чуть чуть-чуть немножко времени в этом году в этом году зима была очень холодная и люди почти не ходили из города в город и поэтому мало кто останавливался у меня в харчевне очень мало было посетителей потому что было очень холодно и почти никто не ходил я прошу подождать немножко сейчас начинается весна за ней лето станет больше посетителей больше прохожих я смогу заплатить всю эту сумму вашей милости ничего не хочу слышать закричал помещик если послезавтра послезавтра ты не принесешь мне всю 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 оплату что я с тобой сделаю и он выгнал выгнал авраама из своего дома из своего дворца злой красный от злобы вот он вот он этот помещик кричит на рыба фрама видно кричит его выгоняет убирайся если ты не принесешь мне деньги все до последней копейки посмотрите какая злая у него морда у этого помещика ой 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 рэб авраам пошел домой очень 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 грустный несчастный что же ему теперь делать откуда ему взять столько денег кто ему может одолжить кто ему может дать как он не уговаривал этого помещика он ему говорил что 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 он уже давно давно эту харчевню содержит еще когда был жив папа этого помещика он он уже тогда эту харчевню у него снимал и он сказал что твой папа ваш папа господин помещик он всегда всегда мне прощал и ждал пока я смогу собрать всю сумму денег я всегда в конце концов ему приносил все все деньги без обмана мне нужно время чтобы ее собрать ничего не хотел слышать помещик он сказал а это мой папа был такой добрый к евреям а я евреев ух ненавижу не согласился ему дать отсрочку и вот идет авраам и думает что же мне делать что же мне делать кто мне может помочь он подумал схожу-ка я схожу-ка я и спрошу совета и помощи не так далеко от нас есть город динов город который называется динов в этом городе живет большой праведник рабецви элемелих из динова слышали когда-нибудь про рабецви элемелиха из динова это был очень 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 большой праведник и сказал авраам я схожу к рабецви элемелиху и спрошу его может быть он что-то сможет мне посоветовать может быть он чем-то сможет мне помочь он оделся в теплую зимнюю одежду шапку шапку такую пушистую одел тулуп и отправился отправился в город динов пешком вот он пришел в дом рабецви элемелиха из динова он дождался своей очереди он вошел к праведнику в комнату и как только он вошел ну он вошел он рассказал рассказал рабецви элемелиху про свою беду и вдруг рабецви элемелих у него спрашивает скажи пожалуйста ты живешь в маленькой деревне под названием вариса вариса да сказал рабоврам он удивился откуда откуда рабецви элемелих откуда он знает что он живет в деревне вариса он этого этого ему не рассказывал откуда раби знает скажи мне пожалуйста это такая маленькая деревня в которой маленькие домики с красными черепичными крышами спрашивает ребя да да сказал аврам это маленькая деревня с красными черепичными крышами и среди них есть самый маленький домик самый маленький домик у которого окошки почти на уровне земли и крылечко к которому ведут три ступеньки спрашивает раби да удивился удивился еще больше аврам откуда раби знает где он живет в точности его дом он самый маленький из всех у него окошки на уровне земли и три ступеньки на крыльце и вокруг этого дома продолжает расспрашивать раби есть деревянная ограда а во дворе стоит колодец колодец со сладкой водой да сказал сказал рабоврам совершенно верно он все больше и больше удивляется ну тогда я очень-очень рад сказал раби цвейлемелих я очень-очень рад что ты можешь совершенно не беспокоиться ни о чем все у тебя будет в порядке никаких проблем у тебя не будет и все твои беды они рассеются как дым ничего никаких проблем у тебя не будет я хочу тебе рассказать откуда я знаю про эту деревню и про этот колодец сказал раби много лет назад шел один молодой еврей ученик ешивы он шел из своей деревни он шел к своему ребе к своему учителю его ребе был великий-великий мудрец которого звали хозе из Люблина город Люблин в Германии по-моему такой так вот там жил хозе Мелюблин очень-очень великий праведник мудрец и вот этот этот молодой еврей он шел к своему ребе чтобы у него учиться он шел очень-очень-очень-очень долго от его деревни была очень-очень дальняя дорога до города Люблина он шел пешком потому что у него не было денег и у него не только не было денег но и по дороге у него кончилась вся еда он шел голодный и холодно ему было у него не было теплой одежды он шел и шел и шел но он решил и он обещал самому себе что по дороге даже если он будет очень голодать он не станет просить что не станет сдоху он не станет он не станет ни у кого просить сдоху только если кто-то сам захочет его накормить тогда он возьмет а просить он ни у кого не будет так решил этот молодой еврей и так он поступал и вот он шел и шел и шел дальний придальний путь он был очень усталый и он уже очень-очень ослаб от того что у него он был голодный ему было холодно и вот он подошел к маленькой деревне которая называется Вариса и он вошел в эту деревню и стал смотреть где он может остановиться немножко отдохнуть в этой деревне и он увидел маленький домик с тремя ступеньками с окнами на уровне земли и рядом с ним рядом с этим домиком была харчевня был постоялый двор куда все приходили отдыхать кушать пить и он вошел в этот постоялый двор чтобы немножко там отдохнуть вот тут видно этого этого молодого еврея ученика Ишива Ишебохера который идет видно идет идет это раб Авраам это не раб Авраам это не раб Авраам раб Авраам он жил в Варисе а этот а этот еврей он сейчас только подходит к этой деревне Вариса а когда а этот еврей шел к ну что спросите а когда этот еврей шел к к своему рабу а когда он подошел а когда он подходил к пекарне он он там там уже там уже там уже был равнобрав сейчас мы об этом все узнаем мы по порядку по порядку все все это мы по порядку узнаем все по порядку узнаем я не хочу вначале говорить то что будет в конце чтобы не было неинтересно так вот этот молодой еврей рассказывает Робецвейли Мелех он вошел в эту гостиницу в эту харчевню и он увидел что она полна 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 народу много 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 людей и евреев и не евреев они сидят за столами и кушают и пьют некоторые подсели ближе ближе к огромной печи в которой горит огонь чтобы согреться и все все заняты своими делами разговаривают едят пьют и пожилой еврей содержатель этой харчевни он торопится каждому каждому посетителю дать его еду этому поставить питье этому приготовить постель потому что он собирается остаться на ночь этому этому ему принести принести мясо оттого принести салат он бегает от стола к столу и всех обслуживает содержатель этого этой харчевни этого постоялого двора этой гостиницы вот тут видно вот тут видно как этот еврей пожилой уже да немолодой он бегает и всем приносит еду питье а все люди сидят и едят и пьют и греются и вот этот молодой молодой еврей который шел к своему рабу он вошел и тихонько присел за один из столов и вокруг такие запахи от еды все кушают а у него нет ни копейки денег и никакой еды и вот он сидит и почти что почти что он теряет сознание от голода и от этих запахов которые которые вокруг него и никто не обращает на него внимания все заняты своими делами они кушают а он на них смотрит как они кушают голодный но он ни у кого не стал просить он ведь решил для себя что он не будет никогда ни в коем случае он не будет просить сдоку подаяния вот он посидел там и он почувствовал что он если он еще немножко останется там смотреть как все кушают а он сидит голодный то он просто упадет он просто упадет и потеряет сознание и тогда он встал и тихонечко вышел из этого из этой гостиницы и решил идти дальше он отдохнет дальше в другом месте и вот он отошел немножко от этого от этой гостиницы и вдруг он услышал как сзади открывается дверь и кто-то его зовет эй эй рэб-юди рэб-ид так обращаются к еврею которого не знают как зовут рэб-ид да еврей он оглянулся он увидел маленького мальчика который бежит за ним и кричит подожди подожди не уходи пожалуйста остановись вот здесь видно на этой картинке как мальчик за ним бежит его зовет чтобы он остановился он обернулся что что такое подожди секундочку пожалуйста пожалуйста не уходи ты ты был ты был у нас в харчевне ты был у нас в гостинице и ты ничего не попил и не поел если мой папа он хозяин он содержатель этой гостиницы если он потом узнает что у него был еврей и он ничего не съел и ничего не выпил он будет очень очень расстраиваться он очень очень будет огорчен этим пожалуйста я тебя очень прошу вернись пожалуйста войди в наш дом зайди к нам в дом мы живем вот рядом рядом с этой с этой гостиницей наш дом самый маленький в деревне пожалуйста пожалуйста вернись и отдохни у нас немножко и мы очень очень хотим вся семья чтобы ты не ушел от нас не покушавший и не попивший и он уговорил этого молодого еврея зайти к ним в их маленький домик когда он зашел в их маленький домик он его усадил за стол и пришел прибежал папа этого мальчика он очень обрадовался он сказал рабиит пожалуйста садись я сейчас тебе принесу еды он говорит но у меня нет денег заплатить неважно неважно садись садись отдохни садись поближе поближе к огню согрейся отдохни он принес ему еду он принес ему большую тарелку с едой и было там мясо и был там салат и были там овощи и было там фрукты и было там там вкусный был морс напиток такой он все ему поставил принес и он попросил его оставайся отдохни покушай и пожалуйста прежде чем ты пойдешь дальше и был был это настоящий праздник настоящий пир для этого еврея и хозяин этой корчевни он позвал своего сына вот этого который остановил этого молодого еврея и сказал ему Авреймеле беги скорее в соседнюю деревню с ведром принеси оттуда воды чтобы мы могли угостить нашего гостя вкусным сладким чаем заварить чай и тогда этот молодой еврей очень удивился как же зачем зачем Авреймеле должен бежать в другую деревню за водой ведь у вас ведь у вас прямо в вашем дворе есть колодец колонка водяная почему он должен бежать в другую деревню ой в этом колодце который у нас во дворе вода она горькая и пить ее невозможно мы ее используем только для того чтобы поливать что-нибудь поливать деревья поливать сад а пить ее невозможно она горькая и невкусная поэтому Авреймеле он побежит сейчас и принесет тебе воды из из соседней деревни из соседней деревни и тогда этот молодой еврей он сказал я хочу попробовать этой воды которая из вашего колодца который в вашем дворе я хочу попробовать действительно ли она такая горькая что ее невозможно пить тогда Авреймеле вы уже догадались кто такой этот Авреймеле ага догадались и тогда Авреймеле быстренько сбегал к колодцу который у них во дворе и принес оттуда кружку воды и этот этот молодой еврей он сказал броху и он отпил этой воды и сказал вы знаете эта вода она сладкая и вкусная она совсем совсем не горькая вы можете попробовать и убедиться что это очень хорошая чистая и вкусная вода папа Авреймеле он взял эту кружку он тоже сказал броху он попробовал воду вай действительно вода стала сладкой вкусной и чистой раньше всегда она была горькой и непригодной для питья и вдруг она оказалась чистой вкусной и сладкой они попробовали еще набрать воду из этого из этого колодца из этой колонки они набрали еще воды вся вода в этой колонке она изменилась она стала сладкой и вкусной когда Рэб Авраам он услышал эту историю он он сказал он вскочил он сказал Раби я помню я вспомнил я вспомнил Раби это вы были тот самый тот самый молодой еврей который который остановился у нас и который сделал это удивительное чудо с водой что она стала сладкой вы знаете Раби что с тех пор со всех окрестных деревень приходят за водой именно к нам потому что она стала такой вкусной такой сладкой какой нет нигде ааа сказал Раби Цвим значит действительно вода до сих пор все такая же сладкая и вкусная ну так тебе не о чем волноваться можешь совершенно успокоиться иди послезавтра к этому к этому помещику и ты увидишь что его сердце вдруг изменится что вместо того чтобы злиться на тебя он отнесется к тебе совсем совсем по-другому очень хорошо и ты не волнуйся ни о чем все твои беды исчезнут и растворятся вот здесь видно на этом рисунке как Авремеле несет воду от из их колонки видно эта колонка да колодец такой он несет воду для гостя здесь видно как этот молодой еврей пьет эту воду и все удивляются что она из горькой стала сладкой вот Авремеле стоит рядом с ним вот папа Авремеле мама его братья и сестры все удивляются что стало с водой а здесь на этом рисунке видно как как раб Авраам он вспомнил вспомнил этот случай и понял что этот молодой еврей который тогда проходил мимо них это и есть раби цвилимелих из Динова а и он ему дал благословение он сказал ты можешь ни о чем не волноваться все будет в порядке радостный пошел раб Авраам домой через три дня когда он пришел к помещику помещик встретил его с улыбкой и он он его встретил он его даже одной рукой обнял и сказал Авреме я тебя люблю я прощаю тебе твой долг ты знаешь что у меня много постоялых дворов в разных деревнях и всех содержат разные люди евреи неевреи но ты из всех из них ты самый надежный и ты всегда всегда приносил мне деньги даже если не всегда вовремя но всегда до последней копеечки и поэтому я хочу чтобы ты остался остался у меня управляющим содержателем этого постоялого двора этой харчевни чтобы ты остался у меня а долг твой я подожду я еще подожду потом мне его принесешь не волнуйся посмотрите что стало посмотрите на лицо помечика оно уже не злое и не противное он улыбается довольный он хлопает рыба в рамо по плечу ой полностью все изменилось ай как как был счастлив рыба в рамо что все закончилось так хорошо и что что благословение праведника рабецвеля мельхиздинова оно сбылось он полный самых самых благодарных чувств в сердце он вернулся домой он рассказал своей семье про то великое чудо и как как оказалось что что тот молодой еврей который давным давным давно когда он был еще маленьким Авремеле проходил мимо их дома и был их гостем что он оказался в конце концов таким великим праведником рабецвелем мельхом из Динова в конце концов в конце концов Продолжение следует... 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 Продолжение следует...